За годы проведения выставка, выставка, форум, точнее, вот это церковно-общественное мероприятие стало действительно заметным общественным событием, и я думаю, вы согласитесь с тем, что оно стало заметным медийным событием. Я бы даже сказал, что оно достигло для церковных мероприятий такого беспрецедентного уровня общественного признания, и в первую очередь, конечно, трудами тех, кто этот форум готовит. У нас много проводится разных выставок, и церковных, и не церковных, и с разными составляющими, что примечательное, что важно для нас здесь, что в центре вот этой выставки, которая откроется 4 ноября в очередной раз, находится молитва и дискуссия по общественно важным вопросам. То есть все другие составляющие этой выставки, они не закрывают того, что для верующих людей, для организаторов является главным. Об этом говорит Святейший Патриарх, открывая эту выставку всегда, подчеркивая важности темы, и вот, собственно, содержательной части мероприятия. В этом году, вы знаете, что традиционно каждый год на выставку «Православная Русь» привозится на православное святыня, в этом году это будет Федоровская икона Божьей Матери, которая к моменту открытия выставки будет доставлена в Манеж, и в течение дней, когда выставка будет открыта, ей можно будет поклониться в любой момент во время того, как выставка будет работать. О теме мы сегодня, наверное, еще много будем говорить, это «Династия Романовых». Я понимаю, что здесь сейчас, так сказать, у нас нет никакой необходимости для каких-то больших исторических, так сказать, реминисценций, но я вот на что хотел бы обратить внимание. С одной стороны, замечательно, что проходят такие форумы, такие выставки, с другой стороны, мы помним, что сто лет назад в нашей стране тоже много проводилось разных форумов, и вот очень важно, чтобы из этих форумов извлекались какие-то должные уроки, потому что то, что проходило сто лет назад, не остановило нас от страшных событий начала XX века. Поэтому я очень надеюсь, что тема единства, которая звучит сегодня у нас в общественном поле, в медийном поле, тема единства, которая будет звучать на нашей выставке, она будет понимаема не как единство против кого-то, не как некая сумма ненависти, но так, как она всегда понимается в христианстве, единство как сумма любви и как уважительное и с любовью отношение к ближним и к дальним. 4 ноября, естественно, утром будет отслужена литургия по традиции в Успенском соборе Московского Кремля. В 9 часов утра Святейший Патриарх будет встречать перевезенную Федоровскую икону Божьей Матери, она будет находиться во время Божественной литургии в Успенском соборе, и потом, как я уже сказал, к открытию выставки будет доставлена в Манеж. После этого, по окончании, по завершении Божественной литургии, Святейший Патриарх примет участие в открытии Романовского обелиска в Александровском саду. Было принято решение, были обращения общественности к нынешней российской власти, и было принято решение, создана рабочая группа управления делами президента, которая занималась вопросом реставрации и возвращения первоначального вида Романовскому обелиску. Сейчас эта работа завершена, и вот предполагается, что 4 ноября в 12.30 Святейший Патриарх примет участие в открытии обновленного обелиска, который по чертежам имеющимся у нас был восстановлен специально, как я уже сказал, рабочей группой. После этого в 13 часов, мы предполагаем, что начнется, произведет открытие выставки форума, Святейший Патриарх откроет по традиции нашу выставку. Что касается программы, выставка продлится в этом году до 12 ноября. Вы знаете, что это никогда не событие одного дня, это всегда неделя или около того. Важно сказать, что выставка – это не только то, что проходит в Москве, выставка форума «Православная Русь», в том или ином виде присутствует и в других городах нашей страны, и это тоже для нас очень важно, чтобы об этом знали, об этом рассказывали, чтобы люди имели возможность познакомиться. Субтитры создавал DimaTorzok